Всем привет, друзья! На связи Давид и мы продолжаем наш блогинг-влогинг для сцен для платформы Ваигра. Сегодня я перехожу еще новый формат. Я сегодня встретил на улице Яфа моего друга Якова Сигала. И мы продолжаем тему бабла. Бабло победит зло. Сегодня, кто видел, у меня в группе выставил видос на тему откровения, исповедь маркетолога. Бабло только от Бога. Я рассказывал про свой путь. Ты идешь по такому пути, будь торговцем, предпринимателем, что-то мутишь. Что-то мутишь, пытаешься, создаешь какие-то схемы, выдумываешь, рекламируешь, пиаришь, что-то пытаешься выдумать, чтобы денег заработать. А Яша пошел по другому пути. Он пошел по пути мастера. Яша долго шел к этой цели. А, мастера. Да, и теперь Яша врач. То есть мы сейчас с ним просто вообще в разных каких-то кастах в Израиле. То есть мы разного социального уровня. Нифига, нифига. Я такой по израильским меркам, я такой рыночный барыга. Вот. А Яша уже такая элита. Элита Израиля врач. Да, поэтому, Яша, расскажи, как твой секрет бабла. Только все согласно. Ну, понятно. Всем привет. Я думаю, некоторые из зрителей тоже видели мои видео, да, где я там выставляю, наверное, онлайн и все там на Фейсбуке, может быть. Кто видел видео Яши, поставьте что-нибудь. Напишите в комментариях. В общем, а теперь такие две огромные звезды интернета встретились вместе. В общем, история такая. История такая. По поводу зарабатывания денег. У меня такой вот опыт, что, например, когда очень хочется заработать деньги, Иногда бывает хочется заработать, и ты делаешь все ради этого, и не зарабатываешь. Да. А другой раз, как бы, ну, так сильно много для этого не делаешь, но деньги появляются. Это не я обратил еще внимание. Это обратило внимание еще пятые любовческие рыбы. Когда он это приводил как пример того, что не все так просто, как думают бизнесмены, которые просто считают, что чем больше мы будем работать, тем больше у нас будет денег. Вот. Там пятый любовческий рыбы дает вот секрет того, как заработать деньги. Это называется так «Кунтрас Ума-Аян» работа. Да, «Кунтрас Ума-Аян». И там ближе к концу книги он обращается к бизнесменам и говорит им, что вот не так все просто, и дает им секрет, он им открывает тайну. И там несколько пунктов. Во-первых, нужно, значит, молиться с утра в Миньяне, сделать «Квьют зман ле Тура». Скажи по-русски. Да. Это, значит, ну... Выделить время для изучения Торы. Да, выделить какое-то фиксированное время ежедневное для изучения Торы, давать сдоку, ну, понятно, быть соблюдающим евреентов. Кушать кошерно, соблюдать шабач. Всего лишь 613 зая прийти, точнее слово. Вот. Потому и секрет есть. Но если поделиться с личным еще опытом... Так, еще раз, давай подытожим, значит, какие у нас три главных элемента, да? Это молитва в Миньяне, не только шагра, молитва в Миньяне, фиксированное время ежедневное для изучения Торы. Два. С кем-то, да? Да. С кем-то. Третье – это отдавать сдоку. Да. Сдоку. Вот. И... Ну, и, в принципе, быть соблюдающим, как бы... Ну, имеется в виду, это на фоне того... Он там пишет. Конечно, это на фоне того, что вы, в принципе, следуете общим правилам, как бы, в... Ну, соблюдающего еврея, в воле Творца, как бы. И еще есть один пункт. Надо быть подписанным на ВАИК. Обязательно. Да, без этого вообще ничего не... Все остальные пункты не работают. Можно вообще просто... Да. Прямо сейчас выключайте. Кто не подписан, выключайте прямо сейчас. Все. Значит, поэтому все, друзья... Все, кто не выключил, мы продолжаем рубрику. Мы продолжаем. Да, да, да. Вот. Но есть еще одна тема. Это тоже в хорсетизме объясняется, но не только. Что когда человек... Когда человек... Его деятельность, она идет в... Как бы в ногу с желанием Творца, то Творец заинтересован в этом. И он тебе выдает деньги, как бы, на твои дела. То есть, другими словами, ты приходишь, как, например, как вот если по бизнесу, ты приходишь к спонсору, да? Ему предлагаешь идею, говоришь, смотри, я хочу открыть какой-то бизнес. Если спонсору нравится твоя идея, он будет вкладывать в нее. То есть, так же и Всевышний. Если ему нравится то, чем ты хочешь, то бизнес-план. Да, да. Он у тебя будет вытирать на это деньги. Если нет, то нет. Притом, когда Всевышний ему не нравится твой план на бизнес, когда он знает, что этот план повредит тебе в первую очередь. То есть, если Всевышний видит... Он просто не инвестирует в твой проект. Он говорит, он не хочет, потому что тебя любит. Он не хочет, чтобы у тебя был какой-то вред принесен. Соответственно, он тебе не будет помогать, значит, активно в твоих планах, которые тебе навредят. Есть те, которым, да, помогают активно в тех вещах, которые ему навредят. Но это люди, значит... Ну, это отдельный разговор, это отдельная тема, и это тоже можно объяснить, почему. Класс, давай тогда подведем итоги. То есть, мы сделаем такие короткие этот урок, и, может, мы сейчас запишем вторую часть. То есть, из моей жизни, например, я пытался заработать деньги, когда занимался на бизнес, у меня не получалось. А сейчас у меня, например, не было денег, я еще не начал работать. Вот у меня скоро свадьба, у меня там скоро... Значит, мне нужно было переехать в Иерусалим. Поэтому под этим видео мы тоже укажем эквизиты. Вдруг у меня начали появляться, да. Эквизиты для перевода денег. В жизни, откуда ни возьмись, деньги для того, чтобы сделать те вещи, которые, вот, очевидно, творец в них заинтересован, понимаешь? Если у вас просто задумается по поводу, в чем у него есть способность, что Всевышний от вас хочет, и вы начнете именно это делать, то я убежден, что Всевышний будет вам материально помогать. Супер. Давайте подведем итог, да, то есть, что, как бы, нашего урока, чтобы от слов к действию. Что надо делать? То есть, первое, молимся в меняне. Второе, учимся, учим Тору. Третье, давать ЗДАКу. Тору фиксировано каждый день. Третье у нас что было? ЗДАКа, да? ЗДАКа. Подписаны быть на ВАИКРУ. Обязательно. И шер, лайк and share, друзья. Без этого, то есть, вы можете зарабатывать, но если еще шер будет, то будет круче. И, да, главный пункт, как бы, секрет. Основной секрет, это тоже, как бы, я об этом уже неоднократно говорил в своих уроках, что надо быть, типа, как в своих делах, быть партнером со Всевышним. То есть, думать, чтобы твои дела, твои какие-то планы, твои действия, твои желания, то, что ты хочешь, чтобы оно как-то тоже как-то взаимодействовало со Всевышним и приносило пользу этому миру. Да, но это очень важно здесь, извините, что я понимаю, но здесь важный момент, что, например, написано, что, вот, Всевышний хочет, чтобы еврей учил Тору с кем-то, да? И ты такой, если думаешь, о, я начну с кем-то учить Тору, он мне будет посылать деньги. Не факт. Может быть, твоя функция, это не с кем-то учить, там, Тору. Нет, твоя, таки, да, учить Тору с кем. Я имею в виду вообще, чья-то, не учить Тору с кем-то, а, наоборот, пойти, там, заниматься каким-то ремеслом, да? Или для кого-то, да, учить Тору. То есть, у каждого есть воля частная, частная, конкретная воля Творца для этого частного человека. Вот. И ее человек должен внутри себя, как бы, найти и понять, в чем она. Сука. И тогда будет поддержка. Так, спасибо, Яша. Друзья, если это видео было вам полезным, конечно же, напишите нам об этом. И не болейте. Не болейте, будьте все здоровы, счастливы и богаты душевно, духовно и материально. И материально. Все, всем спасибо. С вами были самые лучшие два онлайн преподавателя по Торе. Сигал, Яков и веледник-поделка Довик. Все, всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok